Нормальное общество И включали Логика сегодняшних слушаний мне видится следующим образом Вот те вопросы, которые мы вычленили из общения с людьми Обсудить и дать возможность высказаться людям, которые считают, что такой проблемы нет Или она решается таким образом И тем людям, которые считают, что проблема есть И они недовлетворенно этим услышаны Считаю, что Государственная Дума при рассмотрении законопроекта о реновации Как его называют Провела достаточно большую работу И одним из итогов этой работы Явилось решение, которое было принято на заседании Государственной Думы О создании рабочей группы на постоянной основе Мы собираемся на постоянной основе работать по проекту реновации Для снятия всех возможных проблем Для контроля за правоприменительной практикой То есть за тем, каким образом будет исполняться закон Для контроля над подзаконными актами Я хотел бы обратиться ко всем Тем, кто протестует против реновации Мы прекрасно себе отдаем отчет в том, что Достаточно большое количество граждан, затронутых этой программой По разным соображениям, выступает категорически против Кто-то считает, что несправедливо у них отнимают собственность Кто-то выступает против той или иной формы застройки кварталов Кто-то выступает с предложением против программы И беспокоясь об экологической ситуации в городе Мы хотим всех пригласить к работе в рабочей группе, которая создана Мы будем совместно контролировать правоприменительную практику Исполнение закона органами власти И договорились об этой работе с Сергеем Семеновичем Собяниным Мэром Москвы, его заместителями А также с представителями правительства, министерства Минстроя И депутаты, избранные от Москвы, как в Мосгордумы, так и в Государственной Думы Тоже в эту рабочую группу войдут Поэтому я предлагаю от заявления протеста как такового Как некой уличной акции Перейти к конструктивной, созидательной работе Которая бы обеспечила гарантии прав и свобод граждан Государственная Дума в работе над этим законом Исходила именно из этого Из поручения, которое дал президент России Обеспечить права и свободы граждан И дальше в этой работе мы будем исходить из этой необходимости Поэтому я всех приглашаю к совместной работе Соответственно, все те озабоченности, которые будут звучать сегодня Которые прозвучат завтра и которые прозвучат через месяц и через три месяца Мы будем учитывать и в случае необходимости дорабатывать Внося поправки в федеральный закон На вопрос о законности проводимого на портале активных гражданин МФЦ Голосования по программе реновации является наиболее часто задаваемой Прежде чем прокомментировать сам весь этот вопрос Я хотел бы отметить, что это всего лишь выявление мнений москвичей По вопросу вхождения в программу реновации Это не является отчуждением квартиры Это не является отчуждением имущества Это не является согласием на снос дома Ни в коем случае Это не является утверждением какой-либо имущественной сделки Это всего лишь выявление мнения москвичей О вхождении в программу реновации То есть по сути о включении дома в список программы реновации И не более того 27-го здесь на территории Мосгордумы прошел единый день приема Более 500 москвичей обратились с различными вопросами За это время в приемной Московской городской думы Прошло 132 приема именно по вопросу реновации И обратилось 1152 москвича С 16 мая мы проводили встречи По вопросам реновации Более тысячи встреч На сегодня на утро 1013 встреч провели наши коллеги Депутаты Московской городской думы И возвращаясь к вопросу о голосовании Хотел бы озвучить один важный тезис Но он очень важный Голосование для жителей Это возможность высказать свое отношение К вопросу включения дома в программу реновации А для власти результаты голосования Это обязанность по учету мнения москвичей Когда мы говорим о голосовании Мы говорим о голосовании о проекте документа Документа в данный момент не существует Речь идет о программе города Москвы Полномочия органов власти города Москвы По разработке и утверждению таких программ Существует давно и реализуется постоянно В настоящий момент в городе Москве Действуют десятки программ В абсолютно разных сферах Которые были утверждены абсолютно законно Абсолютно спокойно реализуются И действительно при утверждении этих программ Подобного широкого публичного обсуждения Не происходило Но сам факт того, что такое обсуждение состоялось Не изменило правового режима этих программ Они и так могут разрабатываться и утверждаться Органы власти города Москвы самостоятельно Чтобы говорить о том, что процедура голосования Чему-то противоречит Нужно сначала понять, о чему она должна противоречить Так вот, коллеги Процедура голосования по подобным вопросам Ничем не урегулирована Ровно потому, что подобное голосование Не является обязательным Законодатель и не предполагал Что органы власти города Москвы Могут пойти и сделать такой большой шаг На встречу населения И проводить такое голосование Поэтому все правила проведения этих голосований Устанавливаются в момент принятия решения О том, в каком порядке будет обсуждаться эта программа Поэтому противоречить чему-либо Не может быть априори Поскольку нету порядка Который можно было бы попытаться нарушить При установлении порядка этого голосования Я, может быть, и отчасти отвечу На озабоченность, которую высказывала Елена Анатольевна На митингах и публично По поводу того, что людей вводят в заблуждение Никто в заблуждение людей не вводит К сожалению, несколько такой истеричной позиции Пытаются давить на собственников жилья Говоря о том, что город отнимет собственность Такого не будет Действительно Чтобы сформировать проект программы Власти должны понимать объем домов Которые должны в него войти Потому что что такое рассказать жителям Что такое программа? Скорее всего, вы захотите увидеть А что будет с вашим домом? А что будет с соседями на дворе? А что будет у вас со школами? Что у вас будет с парками? Что у вас будет с детскими садами? Чтобы запланировать это Нужно понимать, о каких территориях идет речь Какие дома войдут в программу Поэтому изначально опрос населения Проводился на этот предмет Дома, которые желают войти в программу После этого будет формироваться проект программы Который будет подразумевать в том числе И вполне конкретные решения И нельзя забывать, что и в этот момент Когда вы эти решения увидите У вас будет возможность высказаться По поводу участия в программе Федеральный законопроект Предусматривает возможность голосования О выходе из программы На ее последующих стадиях реализации Поэтому у вас будет возможность Посмотреть на параметры программы Оценить ее И если вы сочтете И ваши соседи сочтут, что она вам не подходит У вас будет возможность высказаться повторно И выйти из программы Надо сказать, что, конечно, законопроект Который был принят во втором чтении Он содержит много как раз гарантий Правам собственника И надо сказать, во-первых, что цель данного закона Она очень четко сейчас прописана Это предотвращение создания в Москве Аварийного жилищного фонда То есть, не допуская создания Аварийного жилищного фонда У нас есть задача Именно переселить тех собственников Которые находятся в таких домах Которые, в общем-то, в перспективе Будут отнесены к аварийному фонду Что касается вопроса, связанного с принудительностью Надо сказать, что 35-я статья Конституции В пункте 3-м Действительно предусматривает Что принудительное прекращение Права собственности возможно С выплатой равноценного И предварительного возмещения Но вопрос в отношении принудительности В частности, анализируя 71-ю, 73-ю, например, статью Если мы посмотрим В течение всего реализации программы Реновации у нас Собственники жилого дома Многоквартирного Голосованием 1-й трети От общего состава Могут исключить Своё участие в этой программе У нас собственностью является Не только сама квартира Но и тот земельный участок Который есть под домом Потому что возникает очень много вопросов Об оценке этих участков По постановке участков на кадастровый учёт Я сейчас просто, наверное, пользуясь тем, что мы Собственность обсуждаем Добавил бы туда и тематику Учёта стоимости земельного участка Размежеванные земельные участки На сегодня находятся В городской базе данных Есть сайт Департамента имущества Где можно узнать Состояние Межевания земли Вокруг многоквартирного дома Или под многоквартирным домом При этом те, кто переселяются в новый дом У них такое же право Вот на общедалевую собственность земельного участка Будет и в новом доме, где они будут проживать Помимо технического состояния Рассматриваются два фактора И ремонтопригодность Потому что многие коллеги говорят о том Что сегодня можно отремонтировать всё И, наверное, с этим было бы сложно спорить Если бы мы не говорили о домах Первого периода индустриального домостроения Потому что в данном случае Ремонтопригодность таких домов Она практически нулевая Это ответ, почему какой-то дом мог попасть Второе Ряд домов сейчас при формировании списков Просто по итогам опросов Сразу заявили позицию о том Что они отказываются принимать участие В программе реновации И эти дома не попали в программу Ещё до формирования основного перечня Юридическая сторона Она заключается в предоставлении права И реализации этого права Вот реализация права Она исходит из самого субъективного восприятия человека Будет он реализовывать своё право На участие в реновации не будет Но для того, чтобы это право было реализовано Необходимо ещё, чтобы действия были осознаны Есть импульсивные действия Когда на эмоциональном уровне Принимают какое-то решение И вот все толпой с плакатами Пошли либо за реновацию Либо против реновации Вопрос технический Это связано с тем, что определённые нормы Износа на строение На материалы На коммуникации И очень многие граждане Которые проживают в домах Они не знают этих многих вопросов Внешне можно увидеть балкон О котором мы сказали Который обрушается Это внешнее восприятие Можно крышу увидеть, которая протекает Но ведь мало кто знает Про те же коммуникации Связанные с электрикой, с проводами Те провода, которые закладывались В те периоды времени алюминиевые Они не позволяют полноценно Осуществлять ту жизнь Которая у нас возможна Сколько электроприборов Можно подключить на эти провода Из алюминия Причём приходят на консультации Бабушка говорит, что да, всё хорошо Начинаешь спрашивать по жизни Как она живёт Да, когда я чай включаю Я выключаю холодильник Чай включаю или выключаю стиральную машину Вне очереди Согласно московскому законодательству Согласно в частности закон номер 29 Об улучшении жилищных условий Будут вне очереди улучшаться Жилищные условия Тем очередникам Которые встали на очередь До 2005 года Так называемые старые очередники Это очередь на улучшение Жилищных условий И те москвичи Которые встали на очередь На получение жилых помещений То есть новые очередники Действительно стоящие на очереди На социальное жильё Вот это те очередники Которые в момент реновации будут улучшать свои жилищные условия по 29-му закону по 18 метров на человека, получая, учитывая все ограничения, которые 29-й закон вводит. Например, если они в течение пяти лет до этого не ухудшали свои жилищные условия. Если же, например, ваш дом попадает под виновацию, вы стоите в очереди на оказание содействия жилищных условий, то, по всей видимости, и вам в этот момент предоставляют субсидии, вы сможете ее использовать, например, при докупе дополнительных метров в процессе реновации. Так же, как и жилищные сертификаты Минобороны, материнский капитал. Но уже здесь говорилось, что здесь будет еще дополнительный документ, который будет регулировать эти вопросы. Понимаем, что после 15 июня, после окончания голосования, вопросов, наверное, меньше не станет. И готовы и сейчас реагировать на любые сигналы по перепроверке тех или иных протоколов, давление, возможно, со стороны управа. Но и в качестве, может быть, предложения и ответа на многие вопросы, мы считаем, что нужно продолжить такую устойчивую систему по осуществлению общественного контроля. И, возможно, должна быть сформирована группа по контролю, по общественному контролю за реализацией программы реновации уже на последующих стадиях. Потому что голосование закончится, но вопросы пойдут уже другого плана и связанные с территориями переселения, и с качеством строительства, и с качеством отделки. И эти вопросы требуют абсолютного контроля, именно общественного контроля. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!